наше путешествие в аутентичную кухню черкесского народа продолжается и сегодня мы готовим с поваром софией аслановой здравствуйте софия здравствуйте софия расскажите пожалуйста какое блюдо мы сегодня приготовим так мы сегодня сделаем сушеное мясо с мамалыгой это у нас черкеское блюдо и мы сами из черкесского дворика наверно всем известно это с хобельского района вы как раз и с поваром кафе который называть черкесского дворика да там готовите и кавказскую кухню и кавказская кухня и покориться сушеное мясо с мамалыгой это ваше фирменное блюдо У нас уже мясо готовится, я смотрю, вы его заранее отварили, нарезали на крупные кусочки и сейчас обжариваете. Обжариваем на сливочном масле или вообще сейчас без масла? На сливочном масле обжариваем, потом уже, ну, после обжарки уже ставим воду на мамалыку. То есть для приготовления мамалыки нам понадобится сушеное мясо, которое необходимо заранее отварить. У нас кукурузная крупа, у нас масло сливочное, лук и специи. Сейчас мы обжариваем мясо, обжаривать его нужно до состояния готовности, да, уже полной. И что в следующем? Какой этап будет в следующем? Ну, это обжариваем где-то, ну, в течение получаса, минут 40. Потом уже, ну, до готовности, минут за 10, уже лук туда добавляем. И обжариваем еще минут 10. И уже, ну, все готово. Ну, пока наше мясо обжаривается, София, расскажите, пожалуйста, кто привил вам любовь к кухне? Вот вы стали поваром, что это стало не просто вашим хобби или любовью к готовке, а вот именно профессиональной деятельностью вашей? Ну, я сама не училась на повара. Это у меня, ну, наверное, бабушке, маме, когда готовили, ну, одним словом, ну, понравилось, как они готовятся. И, исходя из этого, вот стала поваром и, ну, люблю готовить. То есть это вот именно любовь к кулинарии вас привела в профессиональную деятельность поварскую, да? Да, да. А сейчас вот ваши посетители, они отмечают какие-то, может, приятные вам комплименты делают? Я не знаю, бывает же такое, что вот если блюдо очень понравилось, вызывают повара. Да, 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 и вызывают, и сами даже на кухню заходят, ну, спрашивают, кто именно готовил. Ну, спасибо вам за вкусные блюда, очень вкусно, очень все нам понравилось. Ну, как-то так-то. Ну, я думаю, что это очень приятно вам, как повару. София, ну, подскажите, пожалуйста, чтобы вот нашим зрителям было легче ориентироваться, на какое количество гостей сегодня мы готовим мамалыгу и сколько ингредиентов для этого мы используем? Ну, на мамалыгу мы сделаем на 5-6 порций то же самое, и сушеное мясо на 5-6 порций получается на 6 человек примерно. На 6 человек, и примерно у нас 800 грамм мяса, граммов мяса, да, или где-то килограмм. Ну, да, это уже почти килограмм идет на мясо, вот, допустим, ну, каждые по порции, ну, допустим, если сказать, ну, по 200 граммов на человека, так идет 800 граммов. А вот то же самое на воду один к двум делаем, и то же самое мамалыга на 5-6 человек. У нас 2 воды и 1 крупа, правильно? Да, да. И это в пропорциях у нас столько примерно крупы и сколько литров воды? Ну, ну, литров 2 выходит у меня, и... И килограмм крупы, да, получается? Да, я вот так переставлю в мясо. И воду поставлю, доведем до кипячения, потом... Пока у нас будет, в принципе, вода кипятиться, да, и крупу... Крупу мы добавим, пока куба будет вариться, да, и масло чуть-чуть туда добавим, потом уже... В принципе, за это время у нас и мясо дожарится, мы можем добавить туда лук, задействуем до готовности, и наше блюдо, в принципе, будет готово. А, София, наша вода уже закипела, да? Да, да. Нам нужно кукурузную муку добавить. Нет, сначала мы добавляем масло. Сначала масло сливочное, да? Сначала добавляем. София, ну, подскажите, в чем секрет, для чего мы кладем масло сливочное? Ну, для вкуса мы добавляем обычно в это и... Ну, как в любую кашу, да, я так понимаю, что, как говорится, маслом кашу не испортишь. Да. Так, пока у нас растворяется масло, и потом мы добавляем к руку. Как долго нам ее варить? Нужно ли ее помешивать постоянно? Нет, помешивать постоянно не надо. Мы сначала помешиваем один раз, ну, до готовности получается так. И потом уже потихонечку, минут за пять, каждые пять минут, получается, мы смешиваем. И уже, ну, минут двадцать уже будет готово. То есть, ну, достаточно быстро, в принципе, если все подготовить, как у нас заранее было подготовлено, на блюдо у нас уходит, ну, где-то тридцать-сорок минут. Ну, не больше, да. Не больше, да. Крупу постепенно, да, мы добавляем? Постепенно будем добавлять, перемешивая. То есть, на первом начальном этапе обязательно нужно помешивать, чтобы оно не образовывало коньки. Да. И минус двадцать мы варим. София, скажите, пожалуйста, вот мы до этого с Анной разговаривали, сказали, что у вас шеи дети, достаточно взрослые. Вот что они любят? Какое блюдо в вашем исполнении они любят больше всего? Вот, допустим, если сказать про сына, он только черкесские блюда от дома любит. И бабушка с ним готовит, и он тоже, тоже самое мамалыга, вот это там. Так, София, у нас уже почти доготовилась крупа. Да. Мы ее можем, наверное, накрыть крышкой, да, и пока оставить. Крышкой закроем, пока пусть жарится тоже. Вот и крышкой закрыть. Так, и у нас остался уже завершающий этап, это добавить лук к мясу, да, и протушить немножко. Минут 10 протушим, потом уже все выключим. То есть вот у нас завершающие 10 минут, и потом мы уже покажем нашим зрителям, как подавать блюдо. Да. И будем его пробовать. Угу. София, у нас все готово. Расскажите, пожалуйста, как его правильно подавать, покажите, как это сделать. Ну, уже, она уже все готова, получается, мы уже подачу сделаем сейчас, но общую мы положим хорошо. У нас общее блюдо, да, с которого уже каждый за столом берет столько, сколько ему нужно. Сколько ему, сколько оно положит. Так, вы ложку окунуете в холодную воду, чтобы она не прилипала и красиво ложилась на тарелку. И потом вы сверху положите мясо, да? Ямочку сделаем и мясо подожжим. У нас в углублении, да, так он будет получается мясо. Ну, очень красиво получается, оно такое яркое, желтое. У нас вообще-таки раньше бабушки говорили, кто красиво ложит, у того и невеста будет красивой. Такая примета, да? Да. Очень интересно. Вот так вот тоже, да, ложечкой аккуратно формируется такая горочка. Угу. Ямочку сейчас сделала, и туда же мясо положим. Ну и завершающий этап мяса. Пахнет не передать, как вкусно, я просто уже в предвкушении, чтобы это все попробовать. Потому что ароматы на кухне просто не описать словами. Вот так выглядит, да, наша подача? Да, подача вот такой. И еще чуть-чуть сыра положим тут даже. А, еще сыр. Сыр, да. Он у нас потает, да? Да, потает, и еще и вкуснее получается. Ну, это прям аутентичный рецепт, или это уже современно так делают, сыр добавляют, или всегда так? Нет, вообще-таки добавляется сыр. Угу. Это уже как, ну, изначально вообще, как даже для нашей, для бабушки, как наши делали, добавляли сыр и сметану, домашнюю тоже самое. Ну, вот так вот красиво у нас получилось, очень аромат просто шикарный, и мы уже ждем время, когда мы сможем это попробовать. София, я хотела бы вам сказать большое спасибо, что вы сегодня научили меня готовить черкесское национальное блюдо мамалыга. И я хочу сделать вам небольшой презентик от нашего проекта, от команды нашего проекта. Здесь футболочка с нашим логотипом и книга для записи рецептов. Надеюсь, что они вам пригодятся. Вдруг вы придумаете какой-то новый рецепт, его быстро запишите, и он останется у вас. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что приехали. Приезжайте почаще к нам. Обязательно. Для приготовления шести порций черкесского блюда мамалыга вам потребуется мясо сушеное говядины 1 кг, крупа кукурузная 1 кг, масло сливочное 200 г, лук репчатый 2 штуки, сыр 100 г. Вот и подошел к концу очередной выпуск нашего проекта. Сегодня мы приоткрыли занавес в мир черкесской кухни. И мне хотелось бы всем вам напомнить, что очень важно помнить и чтить свои традиции. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok